Школу мужского здоровья провели в Караганде специалисты научного центра урологии имени Джарбурсынова. Главной целью подобной акции стало выявление уроандрологических патологий у мужчин на разных возрастных стадиях и выявление сопутствующих заболеваний. Врачи всерьез опасаются, как бы сильный пол не оказался в положении самого слабого существа на Земле. По статистике, продолжительность жизни у мужчин на 10% ниже, чем у женщин. А к 75-летнему возрасту смертность от раковых заболеваний у них в два раза выше, чем среди женщин. В Казахстане мужское население занимает первое место по распространению сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с европейскими странами. Это связано с социально-экономической ситуацией и с несвоевременным выявлением фактором риска. В рамках проекта «Дни мужского здоровья» был обследован 4021 представитель сильного пола в 16 городах Казахстана. Уроадрологические патологии были выявлены у 83% мужчин и у мальчиков. Это и гипертония, и сахарный диабет, и нарушение эректиальной функции. Список можно продолжить. До сих пор в Казахстане нет целенаправленной политики по сохранению репродуктивного здоровья мужчин. Традиционно этому мало уделялось внимания. Ситуация изменилась. Уже не в шутку медики предлагают всерьез заняться здоровьем мужчин. Ахмад alc aids. НашWorld. Продолжение следует. Продолжение следует.